Красный сигнал. Жесткий карантин ведут в стране припламки в 30 тысяч больных ковидом в сутки. Не в приоритете. Столичным школьникам из нуждающихся семей не могут закупить компьютеры для дистанционки. Производители поставляют технику в Казахстан по остаточному принципу. Казахстан, заводы, производители. Приоритет ставят сперва Европу, потом Северную Америку, а Казахстан остается на последнем. Диана Тукенова выяснила, с дефицитом столкнулись и магазины. А что с отечественными компьютерами? Об этом через несколько минут. Падение без взлетов. Доходы столичного аэропорта упали на 70% из-за коронакризиса. Руководство Гавани рассчитывает на 20 миллиардов тенге. Взлетке нужен ремонт. Я очень рассчитываю на эти деньги. Эксклюзивное интервью записала Мольдер Абдуалиева. Сельхоз Афера. Аграрий Павлодавской области закупили по госпрограмме племенной скот на 200 миллионов тенге. Документы липовые. Обнаружены изъяты печати, в том числе печати уполномоченных государственных учреждений Российской Федерации. Главные новости этой пятницы. Ближайшие 30 минут в студии Эльвира Нейманбаева. Добрый вечер. Всемирный банк все же настроен прокредитовать Казахстан по проекту цифровизации сельских школ, так как проблема по-прежнему актуальна в нашей стране. Об этом в эфире программы «Дневной формат» «Натомикенбизнес» заявил постоянный представитель Международного финансового института в нашей стране Жан-Франсуа Марто. Речь о займе в 67 миллионов долларов, которые Минобразование инициировало три года назад. Как стало известно на неделе, МОН решил отказаться от части кредита. Якобы планируемые закупки уже произвели в этом году. Но, по словам представителя Всемирного банка, для расторжения подобного рода договоренностей потребуются веские причины. Кроме того, официальный запрос об отказе со стороны правительства Международный финансовый институт не получал. Мы еще не получили никакого официального запроса от правительства Казахстана. Я первый раз слышу об идее, что будет полный отказ от займа. Были обсуждения, которые касались отдельных моментов по проекту, но не полностью отказ от займа. Честно говоря, я не хочу говорить, что этот проект будет отменен. Мы хотим, чтобы этот займ осуществился. Между тем, Казахстан уже уплатил порядка 300 тысяч долларов комиссии за резерв этих денег. Депутат фракции Акжол Кенес Абсатиров возмущен молчаливым поведением образовательного ведомства в столь остро-социальном вопросе. Предлагаю послушать комментарий мажоресменам. Сплеск негодования учителей, вернее, родителей, детей, там это все в сетях пошло. Пошло после первого дня занятий, после первого сентября, второго, да, сентября. Но можно же было эту пресс-конференцию организовать 3 сентября, выйти и объяснить, почему нету, допустим, да, почему провалы идут у нас в дистанционке. Не надо было ждать этих депутатских запросов, всплеска, не надо было ждать негодования. Просто у нас работают, у нас как, они работают как пожарная команда, наши чиновники. Вот в чем беда, я считаю. Работать как пожарным сейчас приходится и представителям столичного управления образованием. Десятки тысяч местных школьников из нуждающихся семей оказались за бортом дистанционного образования. Из-за коронакризиса возникла парадоксальная ситуация, когда деньги на закуп ноутбуков есть, а товара нет. Дело в том, что Казахстан оказался в списке неприоритетных стран для поставок компьютерной техники, пояснили Атамикин Бизнес в управлении образованием. Хотя на эти цели Акимат заложил почти 6 миллиардов тенге. Так почему же республика оказалась в списке аутсайдеров, выясняла Диана Тукенова. Похоже, прогнозы экспертов Всемирного банка о том, что безграмотное население Центральной Азии будет только расти, имеют большой процент воплощения в реальность. Как выяснилось, у десятков тысяч нуждающихся семей в Казахстане нет компьютеров. Столичное управление образования планировало купить 34 тысячи компьютеров. Их должны были получить сироты, дети с ограниченными возможностями, а также учащиеся из многодетных и малообеспеченных семей. Но в итоге закупить удалось чуть более тысячи. Причина в том, что Казахстан не в приоритете для производителей. Наша проблема в том, что заводы-производители приоритет ставят сперва Европу, потом Северную Америку, а Казахстан остается напоследним. Во многих странах границы закрыты. Например, с Китая к нам прямая поставка никак не получится. Это надо будет производить через Европу, где с нашими странами границы открыты. С аналогичной ситуацией столкнулись и магазины электронной техники. В одной из розничных сетей Atomicen Business сообщили, что спрос на компьютеры вырос как минимум в 4 раза. Однако 65% покупок оформляется в кредит. Мы и так понимаем, что ситуация сложная и где-то поднимать цены нет смысла. В нашей сети цены не повысились. Возможно, есть такое ощущение на рынке из-за того, что дешевые ноутбуки быстро выкупили все клиенты. Мы стараемся брать больше, но проблема в том, что у поставщиков на складах нет хороших остатков, потому что сегодняшняя проблема нехватки ноутбуков – это общемировая. Хоть как-то выправить ситуацию с нехваткой техники пытается и отечественный производитель. Еще перед началом пандемии на базе знаменитого завода имени Кирова начали собирать компьютеры. Это полностью государственное предприятие, на модернизацию которого потрачено более 2 миллиардов тенге. Здесь цены на ноутбуки начинаются от 150 тысяч тенге. Производительность компьютера более чем достаточна для применения в системе образования. На сегодняшний день есть большой спрос у Министерства образования и науки Республики Казахстан в данной продукции. Соответственно, до конца, в ближайший месяц-два мы планируем выпустить порядка 50 тысяч единиц данной техники. 50 тысяч единиц техники хватит лишь на учеников трех близлежащих областей. А пока столичный Акимат вынужден покупать ноутбуки как минимум за 170 тысяч тенге у иностранного производителя, будучи в разряде неприоритетных стран для поставки. Диана Текенова, Фариза Булатбек, Марат Биесов, Атамикен Бизнес. Мне в приоритете, кажется, оказались и дети семьи Токаевых, а также другие сельские ребята из небольшого поселка Курьяновский Каргандинской области. В июле ураган сорвал кровлю местной школы. Два месяца она простояла без крыши. В итоге из-за сильных дождей потолок провис и частично обвалился. А все кабинеты на третьем этаже пришли в негодность. А во сколько теперь бюджету обойдется ремонт? И почему кровля, которую капитально отремонтировали только в прошлом году, не выдержала порывов ветра, узнавала наш корреспондент в регионе Вера Шеллер. Двое детей Раисы Тукаевой в новом учебном году не смогли пойти в школу. И причина не только в пандемии коронавируса. Дело в том, что школа в поселке Курьяновский аварийная и принимать учеников не готова. Здание сейчас огорожено красными лентами. Заходить внутрь опасно. Обрушение потолка может произойти в любой момент. Крышу снесло 12 июня, получается, когда был штормовый ветер. Тут по поселку многих снесло крышу, даже забор сносило. Вот, ну как бы обещали сделать до 1 сентября. Ну, еще не сделали. Конечно, хотелось бы, чтобы дети учились в школе, не дистанционно. Два месяца здание простояло без кровли. Третий этаж не один раз затапливало в дождь. В результате потолок провис и частично осыпался. Экспертиза показала, что перекрытие в аварийном состоянии и требует капитального ремонта. Хотя крышу ремонтировали совсем недавно. Последний раз ремонт крыши был произведен в прошлом году. На это было потрачено порядка 4 миллионов тенге. В этом году ремонт уже будет капитальный, замена кровли, замена чердачного перекрытия, замена обвисшего потолка и ремонт кабинетов на третьем этаже. На этот раз это уже обойдется бюджету в 44 миллиона тенге. Если бы кровлю сделали раньше, то масштабный ремонт потолка и всего третьего этажа, может, и не потребовался бы. Много времени ушло на проведение конкурсных процедур и определение подрядчика. Помимо школы в здании находился и мини-центр для совсем маленьких. Туда ходили 25 детей. Из-за карантина устроить малышей в дежурные группы других детсадов не удалось. Поэтому младшие сидят дома, а школьники каждое утро едут на занятия в соседнюю школу. В школе числятся 206 учеников. Из них 80 детей младшей классы, первой по четвертой. В дежурном классе по заявлению родителей 66 детей учатся. Организовали с отделом образования подвоз 73-ю школу. Три объекта, это на сегодняшний день, которые не были готовы. Это 13-я, выше которой сказал 63-я школа, капитальный ремонт, и 40-я школа. 13-я, 63-я школа, сейчас на сегодняшний день мы предоставили сетевой график повторный, что обязуется завершить до конца сентября месяца. Всего по программе дорожная карта занятости в Караганде отремонтировали 127 школ. Потратили около 4 миллиардов тенге, три из которых из республиканского бюджета. Все работы планировали завершить до 1 сентября. Однако школу в поселке Курьяновский обещают сдать только к середине октября. При этом работы там пока даже и не начинались. Администрации школы остается надеяться на оперативность подрядчиков и отсутствие дождей. Жесткий карантин ведут в стране, если количество больных достигнет 30 тысяч. Об этом сообщили в Минздраве. Именно такой уровень одномоментной заболеваемости казахстанцев послужит красным сигналом для ведомства. Сейчас, по данным госоргана, лечение от коронавируса получает 4596 человек. Из них около 2500 зараженных в стационарах. Всего же подтверждено более 106 тысяч инфицированных. Умерли 1656 казахстанцев. Вчера министр объявил о том, что в случае крайней необходимости за один день в Казахстане можно развернуть свыше 70 тысяч ковидных коек. Из которых 51 тысяча – это стационарные или так называемые провизорные больницы. И если 70% от 51 тысячи, это, соответственно, около 30-35 тысяч больных, эти койки будут заняты больными ковидной инфекцией, то это и станет отправной точкой или точкой дня принятия решения по вводу самых жестких карантинных мер. Тем временем в Акимате Алматы пока не переживают по поводу возможной второй волны коронавируса. В мегаполисе уже со следующих выходных могут заработать объекты культуры, торговые центры и рынки, включая барахолку. Городской Акимат предлагает с 14 сентября ослабить карантин. Но при этом там отмечают последнее слово за главным санитарным врачом страны Айжан Исмагомбетовой. Ждут ли послаблений сами алматинцы, расспросили наши корреспонденты. Последние послабления в Алматы были приняты две недели назад. Тогда разрешение на работу дали всем тем, чья деятельность была под строжайшим запретом больше двух месяцев. С усилением санитарных норм заработали салоны красоты, фитнес-центры, бассейны и торгово-развлекательные центры. Но большинство представителей бизнеса все еще обслуживают клиентов только в будни. И вот теперь у предпринимателей появилась надежда. Акимат Мегаполиса разработал план по частичному выводу тех объектов, которые до сих пор остаются под запретом в выходные. Пока каждый для ориентира мы идем, шаг составляет две недели. Этот шаг, он сейчас действует до 14 сентября. До конца недели, если наши предложения будут поддержаны, возможно, со следующего понедельника будут какие-то дополнительные послабления. И в том числе и касается сферы услуг по выходным дням. К слову, тем, кто возобновил свою работу с последними послаблениями, выставили строжайшие санитарные требования. К примеру, заполняемость в ТРЦ должна быть не больше 30% и 4 квадратных метров на одного посетителя. Такие же требования и для салонов красоты, спа-центров и других объектов, оказывающих косметологические процедуры. Дежурные группы детских садов должны принимать не больше 15 человек. А вот алматинцы новость о новых послаблениях восприняли неоднозначно. Мне кажется, нужно соблюдать карантин, ну, рассказано, ну, потерпеть, ну, что прям так уж прям. Мне кажется, что весь мир терпит, и нам нужно потерпеть. В чем проблема? Уже хочется в нормальной жизни вернуться. Ну, только горы лучше не закрывать по выходным. Почему? Ну, потому что там безопаснее, я думаю, чем в городе или в парках и где-либо. Между тем, по данным санитарных врачей, эпидемиологическая обстановка в Алматы за последние несколько недель стала относительно благоприятной. Если еще в начале августа в сутки выявлялись примерно 200 человек с коронавирусной инфекцией, то сейчас, с учетом статистики по пневмонии, порядка 10-12 случаев. Показатель статистики на каждые 100 тысяч населения упал до 0,2%. В Жасказгане же ко второй волне ковида подготовили медцентр. Там с июня заработала лаборатория генно-молекулярных исследований. Вдобавок, корпорация «Казахмыс» закупила все необходимое оборудование для комплексного лечения. Напомню, в Минздраве накануне спрогнозировали возможные сроки новой волны коронавируса. И вот как медцентр Жасказгана будет справляться с наплывом пациентов, узнавал Жалгаз Азганбаев. Пожалуй, ставшая привычным для многих картина сдачи анализа на коронавирус. Пациенты волнуются, а у врачей наработанная схема исследования. Здесь установлено качественное оборудование. Его завезли из Соединенных Штатов. Да и сама лаборатория генно-молекулярных исследований тоже международный проект. Она была открыта в партнерстве с южнокорейскими специалистами. С ними медцентр сотрудничает с прошлого года. Главное – обмен опытом. На данный период подготовили молодых специалистов к дальнейшим исследованиям. И продолжаем готовить специалистов, чтобы была взаимозаменяемость именно для встречи второй вспышки. Готовясь к второй волне, вспоминают врачи, рост заболевших текущим летом. В период карантина клиника обслуживала все инфекционные стационары города и близлежащих районов. Сейчас больница работает в прежнем режиме и оказывает все медицинские услуги. Помогли вылечиться, библиотизироваться. Вот это все полностью комплексное лечение прошло. Все было хорошо и вылечился. Спасибо всем большое. Благодарю всех врачей, медсестр и санитар. Впрочем, для Бектаса Сагатова все плохое уже в прошлом. Попал он в медцентр с сердечным приступом. И таких, как он, в регионе немало. Но местные жители уже перестали выезжать в столицу или Алматы для получения качественного лечения. Медцентр Жесказгана вполне может справиться своими силами даже с самыми тяжелыми случаями. А корпорация «Казахмыс» не перестает оснащать клинику самым новейшим оборудованием. А вот в Кустанайской области владелица сельской аптеки едва не заплатила почти 1000 долларов штрафа за пачку анальгина, проданной по якобы завышенной цене. Суд оштрафовал ее на 361 тысячу тенге, но владелица аптеки Ольга Ведлер доказала, превышения не было. В полицию пожаловался покупатель, что ему продали анальгин за 150 тенге. Мужчина решил это слишком дорого. Стражи порядка составили рапорт о превышении предельной стоимости анальгина на 63 тенге. Районный суд и выписал непомерный штраф. Женщина с решением не согласилась и обратилась в областной суд. Она пояснила, кроме анальгина мужчина приобрел и цитрамон. Отсюда итоговая сумма в чеке в 150 тенге. К решению проблемы сельского бизнеса подключилась региональная палата предпринимателей. Не установлено, что ИП Ведлер продала лекарственные средства по завышенной цене. Необходимо отметить, что предельные цены установлены на 6 видов такого лекарства, как анальгин. В связи с тем, что были допущены процессуальные нарушения при изъятии лекарственных средств, вина ее осталась недоказанной. Еще о спорных деньгах на селе. В Павлодарской области сразу несколько крестьянских хозяйств незаконно получили 223 миллиона тенге госсубсидий. Эти суммы предназначались на племенной скот, который в итоге фактически не покупали. Как выяснилось, в 2018-2019 годах в рамках программы Сабаха животноводы подали заявки на субсидии. По бумагам аграрии приобрели в России 1500 голов породистого КРС. Позднее выяснилось, что документы поддельные. Буренок в страну не завозили, а обмануть государство удалось с помощью липовых печати. Теперь фермерам грозит до 7 лет лишения свободы за мошенничество. По данным уполномоченных органов Российской Федерации, вывоз КРС в адрес указанных КХ не производился. В ходе проведения обысков обнаружены изъяты печати, в том числе печати уполномоченных государственных учреждений Российской Федерации, оргтехника, денежные средства, бухгалтерская и иная документация. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... В банке отмечают сейчас ситуация начинает улучшаться. Выходя из локдаунов, отечественный бизнес старается оперативно нарастить прежние объемы продаж и производства. И для этого им необходима всеобъемлющая поддержка банка-партнера. В дополнение к предоставленным каникулам по обслуживанию долга и активному кредитованию на льготных условиях, мы в значительной степени пересмотрели акценты по каналам обслуживания. Мы осознали, что онлайн-услуги перешли из категории дополнительных сервисов в категорию обязательных и необходимых. Поэтому банк сконцентрировался на ускорении процессов по цифровизации. К примеру, недавно мы обновили нашу систему интернет-банкинга для корпоративных клиентов WTB Business Online, расширили ее функционал и усовершенствовали сервисы. В ближайшее время мы также планируем запустить уже мобильную версию интернет-банкинга, которая позволит осуществлять взаимодействие с банком еще более комфортно и более доступно. Кроме того, мы начали практиковать удаленные встречи с нашими действующими потенциальными клиентами с использованием различных видеоплатформ, что нашло тоже очень позитивный отклик среди тех клиентов, которые заботятся о своем здоровье. Эксперты банка уверены в будущее за онлайн-каналами, однако отечественный рынок все еще не готов к полному переходу на дистанционное общение с банком. Поэтому WTB оставляет клиенту выбор – получать услуги в отделениях или онлайн. Учитывая это, банк не упускает из фокуса внимания и традиционные подходы. За период карантина WTB банк значительно трансформировал свою филиальную сеть. В некоторых регионах отделения обслуживающих юридических лиц переехали в более компактные, но не менее комфортабельные офисы. А в Нур-Султане мы открыли офис-привилегия, в котором топ-менеджеры и владельцы бизнеса смогут получить индивидуальное обслуживание на особых условиях. Банк WTB Казахстан всегда славился индивидуальным подходом к предпринимателям. Сейчас это преимущество имеет особый акцент. Корпоративные клиенты, нацеленные на долгосрочное сотрудничество с банком, сегодня могут рассчитывать на специальные, более выгодные ставки по кредитам и депозитам, а также на другие приятные бонусы. Подробнее ознакомиться с продуктами банка можно на сайте банка или по короткому номеру 5050. К другим темам. В генплане столицы неправильно указано расположение инженерных сетей. Об этом заявила зам Акима города Маляка Абектурова на площадке Антикор Ортолога. По ее словам, из-за таких ошибок застройщики часто сталкиваются с проблемами, а значит и дополнительными тратами. Например, канализационная труба может пролегать не в том месте, как показывает карта. Следовательно, порывы и затяжные работы. Проект «Цифровой генплан» поможет избежать подобных нестыковок. Его Акимат планируют запустить в течение года. А геоинформационная платформа позволит добиться стопроцентной точности. В ее состав пойдут 2D и 3D-карты с земельными участками, объектами недвижимости, карты озеленения и дорог. Учтут, по словам Бектурова, и все люки. Сейчас ведут работу над сканированием инфраструктурных сетей. Пока это первый этап проекта. Первый этап мы уже завершили. Это мы провели полностью всю съемку города с учетом специфики. То есть так, как необходимо для архитектуры. Нанесли красные линии, инженерные сети. Все это сейчас уже доступно. Второй этап архитекторы планируют завершить до конца года. А последний, третий, до 1 апреля 2021. Проект поможет облегчить получение тех условий для застройщиков, добавляет Бектурова. И у чиновников не будет возможности необоснованно им отказывать. Сегодня над городом совершено более 5000 полетов. Объем оцифровки земельных участков составил 801 квадратный километр. Между тем, столичный аэропорт просит 20 миллиардов тенге у властей на ремонт взлетно-посадочной полосы. Об этом в эксклюзивном интервью Atomician Business заявил председатель правления Габи Тажимуратов. А нынешние доходы, по его словам, не покрывают расходов в воздушной гавани. Сейчас она зарабатывает около 700 миллионов в месяц. Подробнее моя коллега Мульдора Абдуалиева. Она на связи со студией. Мульдора, добрый вечер. О чем же вы говорили с Габитом Тажимуратовым? Добрый вечер, Эльвира. В начале интервью председатель правления прокомментировал последнюю новость. А именно штраф в 2 миллиона тенге. Габи Тажимуратов не согласен с требованиями санитарных врачей. Он считает, что аэропорт не должен нести ответственность за действия авиакомпаний и пассажиров. И в следующий раз подобные меры будут обжалованы в судебном порядке. Потому что мы уже ассоциация от всех аэропортов, не только от аэропорта Марсултан. От всех аэропортов, прямо претензии написал, это не только проблема нашего аэропорта. Это во всех аэропортах. Например, самолетом сидит 100 человек, а мы должны на автоусе, который перронный автоус, мы должны разделить, например, 5 человек или 10 человек, если так говорить. Ну и в аэропорту тоже пассажир стоит, мы определили им место, где должны они стоять. Но если они не соблюдают самые, как можно аэропорт требовать от него? Это не функция аэропорта. Это уже непонятно, на основании чего они нам только штрафы написали. Вместо штрафов председатель просит оказать поддержку. Не учите, а помогите материально, как говорится. Поскольку налоговые послабления, которые позволили сэкономить около 300 миллионов тенге, по словам Таджи Муратова, нынешнее финансовое положение не спасают. Он рассказал, что доходы воздушной гавани снизились на 70%, а зарплаты сотрудников на 15%. Когда мокла в меч, висят и долги перед Банком развития Казахстана и Японским банком на почти в 40 миллиардов тенге. А Ахиллесово-5 аэропорта сейчас является состоянием взлетно-посадочной полосы. И на ее ремонт просят 20 миллиардов тенге из 2 триллионов, которые государство планирует выделить на устранение последствий пандемии. Я очень рассчитываю на эти деньги, потому что аэропорт в столице, тем более, это стратегический объект, во-первых. Во-вторых, здесь любой пассажир или гость первый прилетает в этот аэропорт. Видя аэропорт, уже дальше можно видеть город и страну. Сейчас сколько зарабатывает аэропорт? Сейчас с увеличением международных полетов где-то может 700 миллионов. Здесь надо учитывать еще зарплату, если у меня сидит. Кстати, изучив опыт других стран, отмечу, что в коронакризис в соседней России на поддержку аэропорта выделили 10 миллиардов рублей. А в США на эти же цели направили 10 миллиардов долларов. Кстати, Эльвира, говорили мы не только о сложном финансовом положении аэропорта, но и о рабочих местах, ценах, дальнейших планах и о том, почему кризис не повлиял на зарплату самого председателя. Предлагаю послушать интервью сегодня в 21.30 на Атомикен Бизнес, сразу после наших новостей. Спасибо, Мольдер. Думаю, будет многим интересно, что, что, а чужую зарплату мы любим обсудить. Тем временем, ровно 19 лет назад весь мир обсуждал американские самолеты. 11 сентября произошел один из самых кровавых инцидентов в истории не только США, но и всей планеты. Кстати, официальные итоги расследования страшных терактов устроили далеко не всех, что привело к появлению альтернативных версий. О них моя коллега Айсаулия Байгазина. Утро 11 сентября забыть невозможно. Именно тогда в 8.46 пассажирский самолет American Airlines, захваченный террористами, врезался в северную башню Всемирного торгового центра. Спустя 17 минут лайнер, уже United Airlines, направился в южную часть. И примерно через час обрушилось первое здание. Вслед за ним второе. За этими кадрами, которые показывали в прямом эфире, с ужасом наблюдали миллионы людей. В то злополучное утро террористы захватили еще два самолета. В результате атак в Нью-Йорке, Вашингтоне и Пенсильвании погибли почти три тысячи человек. Среди них граждане десятков зарубежных стран, включая Казахстан. На месте разрушенных башен-близнецов открыли мемориал и музей. Сегодня почти весь мир скорбит о жертвах террористических атак. В чем мы никогда не сомневались, так это в том, что будем чтить память погибших. Многие резиденты подходят к нам и говорят, этот мемориал многое значит для нас. Как сообщалось ранее, специальная комиссия пришла к выводу, что за инцидентом стоит террористическая организация Аль-Каида. Но до сих пор остаются те, у кого свой взгляд на события. Так, издание «Радиоспутник» подготовило пять возможных версий произошедшего. Согласно первой, самолеты не могли настолько повредить конструкции башен торгового центра, чтобы те сравняли с землей. Поэтому предполагается, в объекты заранее была заложена взрывчатка, которую привели в действие в момент столкновения. По второй версии, лайнеры никто не захватывал. Ими управляли власти штатов. Но это не доказано. Третья версия официальная. Один из лайнеров врезался в здание Пентагона. Но есть мнение, что повреждения не соответствуют столкновению с самолетом. При этом указывается, что истребитель ВВС США сбил один из угнанных судов. И захват самолета подтверждается несколькими телефонными звонками, которые успели сделать пассажиры. Однако критики этой версии утверждают о невозможности звонков из лайнера. Какие бы версии трагедии не выдвигали, один факт сомнению не подвергается. После 11 сентября мир сильно изменился. Таковы главные новости этой пятницы глазами наших корреспондентов. Еще больше интересной информации в наших социальных сетях. Берегите себя. Хороших выходных. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Здравствуйте, уважаемые телезрители.